Всем привет! Меня зовут Ермакова Ольга. Я создаю тренинговый центр для продвижения услуг мастеров красоты. И сегодня я бы хотела познакомить вас с очень интересной личностью, с мастером красоты Алексеем Мелинтеевым, который сейчас является на данный момент технологом американской компании American Crew. Это профессия барбера. В нашем городе сейчас очень активно развиваются барбершопы. Вот сейчас на данный момент мы находимся в очень интересном пространстве. Барбершоп, который называется Кройко Барбершоп. И молодые ребята очень много сейчас и активно обучаются. Алексей как раз занимается обучением молодых талантов, которые хотят освоить эту профессию. И мы хотим вдохновить молодых людей, те, которые занимаются мастерством красоты, вдохновить на свершение, на обучение, на желание обучения. И сегодня мы с Алексеем поговорим про его жизненный путь, как он пришел к этой профессии. Полноценного образования, то есть мастер-парикмахер, ну, по моему личному убеждению, да, но он до конца жизни не получит. Пока он работает, он неполноценен. Нельзя знать всего, но к этому нужно стремиться. То есть, если мастер перестает учиться, ну, все, пиши, что помер. Ну, творческий я имею в виду. То есть, и учебу было очень много и в Новосибирске, и в Москве, и в Лондоне, и в Америке, и в Испании. Что это там за история такая интересная про модный приговор? Как ты туда вообще попал, на модный приговор? Почему ты сфотографировался не в кресле Васильева? Или в этом, да, рядом. Твоя природная скромность на трон не села? Да, вот как-то залазить на чужой трон, что-то как-то у меня... Наверное, да, скромность, воспитание не позволил. Не позволил. Как ты туда попал? Как ты туда попал, ну, не знаю, как у всех. Ну, с мастерами, с которыми я общался в своей жизни, да, у большинства, скажу, у всех, у большинства такая идея, Москва, вот, это... Да. Обитель, и кажется, что ты приедешь туда и будешь там, а вот, ну, ты же такой супер мастер. Ну, вот, и у меня там практически с первых годов моей работы вот была мечта такая, что, да, поехать в Москву, там, погорить ее. Ну, вот, меня пригласили работать в одном из крутых, я считаю, с сети салонов Москвы, то есть, в Сейко. И вот мы... Я туда переехал. И они являются партнерами этой передачи. И вот я работал, да, на одном из эфиров, то есть, подготавливал модели несколько. Ну, там, как получается, там за один эфир снимаются три передачи. Вот, ну, три модели готовили. Да. Как интересно, три передачи. За один съемка идет с восьми утра, а с семи утра до... Ну, у нас получилось до двух часов ночи мы. По последней, по последней это закончилось. И вот, да, с семи и до... Снимаются три героини. То есть, их сначала отснимают до, потом их к нам, мы их переделываем. В помещениях, где нет зеркал. Да-да-да, это вот к вам туда отправляют, в ту дверь, когда говорят, теперь вы идете к нашим стилистам. Это именно, именно к нам. Вы за кадром получились. Все, мы их переделываем. Ну, и вот между промежутками, между съемок, когда одну героиню на другую меняют, вот все там зрители, мастера, гости передачи фотографируются на стульчиках этих ведущих с ведущими. И вот я не избежал этой возможности. В нашей профессии, по моему субъективному убеждению, учиться нужно вообще каждый день. То есть, не было такого, что там какая-то такая вся жизнь, учеба. Учиться, 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 как завещал великий дедушка Ленин. Слушай, в социальных сетях я увидела фотографию, где ты в белом фраке. Что это за событие, которое тебя заставило надеть белый фрак? Я знаю, что ты женился в другом фраке. Я женился вообще. И кто эти люди, которые на фотографии рядом, представители такие мужчины? Именно вот фотографию, про которую ты говоришь, это была делегация со всей России в город Денвер. Там находится штаб-квартира компании American Crew. Да, это четыре года назад со всей России была собрана группа. Мы проходили там обучение, также знакомились с алгоритмом работы этой компании, что ли. Нам показывали производство. Мы как технологи отработали новую коллекцию. И также именно в этом белом фраке мы ходили на так называемое мероприятие Open Night. Это American Crew проводит показы, показывает свою коллекцию, показывает свое творческое направление, в котором они двигаются, они разрабатывают коллекции. И вот раз в год представляют Open Nights, на которые собирают со всего мира команды. И мы в качестве делегации от России были на том мероприятии. Один человек рядом со мной, это Сергей Шишкин. Он на тот момент являлся региональным директором American Crew. А второй, это Азамат Байеров, достаточно известный барбер иркутский. У него сеть своих барбершопов. И в прошлом году он на чемпионате Америки по барбер батлу занял первое место. То есть порвал вообще америкосов наглухо. Классно. Такая знаменитая личность. Некоторые барберы нашего города его тоже хорошо знают. Слушай, ну у меня еще есть девичьи вопросы, немножечко такие девчачьи, любопытство чисто женское. Говорят, что сильный мужчина состоится тогда, когда есть позади стоящая женщина, которая направляет, дает энергии, сил. Аня тебя поддерживает? Конечно. Она влияет вот как-то на твое творчество, на твою работу, на твой выбор, на что-то? Или ты... Давай выскажу свою позицию по этому вопросу. Ну, я считаю, что мужчина – это такой мощный механизм. Ну, давай его сравним с машиной какой-нибудь там... Ну, то уже от мужчины зависит, то он там Жигули или турбированный Порш Каен, да? Но ни тот, ни другой мужчина не поедет без бензина, которым и является женщина. Вот мое такое, да, представление. Вот и да, без... Ну, без моих женщин не было бы, наверное, и меня вот такого. Бывает в жизни, что вот руки опустить хочется, хочется уйти из профессии, бросить все? Как справляешься? На отдых сразу. Либо на учебу, чтобы зарядиться новыми эмоциями. Либо на отдых, либо на учебу. Это два. Это бывает у всех. Ну, и у меня. Раз, два раза в год случается, когда хоть все, надоело. Не хочу, не могу в токаря уйти. Спасибо тебе огромное за твое интервью, за твою беседу. Мне было очень много, кстати, интересной информации, потому что чего-то я даже и не знала. Ну, и вот твое вдохновение по профессии, твое желание учиться развивать, расти. Это, слушай, вот, ну, как, знаешь, как локомотив. Думаешь, вот, может же человек идет куда-то, значит, я могу, да. Да, да, вот, да, это тоже. Спасибо огромное тебе за твое сердце. В моем примере были, да, тоже люди, на которых я равнялся в своей жизни, и которым благодарен очень сильно, которые меня подтянули и в профессии, и в личностном росте, и в мировоззрении. Поэтому, да, учиться, учиться и учиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова